Черт знает, что происходит. Полина в сердцах швырнула телефонную трубку рядом с собой на диван и закрыла лицо руками. Уже почти сутки она была сама не своя, а сотрудники полиции еще и позволяют себе отвешивать сальные шуточки на ее звонки. У нее исчез муж, просто взял и пропал. Всю ночь и почти весь сегодняшний день он не выходил на связь, и Полина понятия не имела, где он сейчас находится. Обращения к стражам порядка не принесли ничего, кроме нервотрепки. Полицейские ничего не хотели предпринимать, намекая на то, что мужьям свойственно частенько сбегать от своих благоверных. Дескать, нагуляется, сам придет. Чтобы в участке хоть как-то зашевелились, Полине пришлось даже закатить скандал, пригрозив прокуратурой. В итоге заявление у нее приняли и обещали заняться поисками, однако посоветовали сильно не обнадеживаться, сославшись на низкий процент раскрываемости таких дел. «Как правило, через днек-другой мужья возвращаются домой сами», — сказал усатый капитан, провожая девушку из кабинета. «Вы, Полина Павловна, постарайтесь не волноваться. Возвращайтесь домой и ждите там своего благоверного». Ждать было просто невыносимо сложно. Полина то и дело звонила в участок узнать, нет ли новостей. Вот и сейчас полицейский на том конце провода не сказал ничего по существу, лишь заверил, что уже ищут, и пошло пошутил по поводу неверных супругов. Такой вариант развития событий в голове у Полины никак не укладывался. Пусть статистика говорит о чем угодно, а она никогда не поверит, что ее муж способен на предательство. Он не такой. Они любят друг друга, поэтому не может быть, чтобы он взял и просто ушел к другой женщине. Наверняка с ним что-то случилось. Кирилл, супруг Полины, в этот самый момент припарковал машину у придорожного мотеля и зашел внутрь помещения. У стойки администратора его встретила тучная женщина в возрасте с сединой, тонированный фиолетовый цвет, с равнодушным взглядом и застывшей улыбкой на лице. «Видимо, это у нее уже профессиональная деформация лица», – пронеслось у Кирилла в голове. Всю жизнь на этом посту улыбается каждому встречному. Номер на сутки. Кирилл огляделся по сторонам и понял, что вряд ли захочет задержаться в этом убогом заведении дольше. Стены и пол не видели ремонта, наверное, со времен Чингисхана. Унылое и дешевое оформление холла не производило впечатления уюта. Наверняка в номерах здесь еще хуже. Но сейчас Кириллу было не до эстетических удовольствий. Необходимо было просто выспаться. «Паспорт давайте», – проскрепила старуха. «Запишите меня, слепой рогоносец», – горько усмехнулся Кирилл. «Это имя ему сейчас подходит как нельзя лучше». Сотрудница мотеля на шутку никак не отреагировала. За многолетний опыт работы в придорожной гостинице ей приходилось повидать и не такие причуды постояльцев. Она протянула Кириллу ключи от номера и строго наказала не включать одновременно микроволновку и чайник, чтобы не выбило пробки во всем здании. Впрочем, остаться без электричества по вине слепого рогоносца другим постояльцам вряд ли грозило. Последнее, о чем он сейчас мог думать, – это о еде. Всю ночь он бесцельно катался по опустевшим улицам города, не зная, как поступить. Лишь под утро, едва не наехав на дворника на пешеходном переходе, до него дошло, что пора временно оставить руль, от беды подальше. Захватив с собой бутылку коньяку, он отправился в первое попавшееся место, где можно было снять койку. В номере было мрачно и душно. Похоже, что в нем давненько никого не было. Посреди комнаты стояли две сдвинутые односпальные кровати, накрытые одним покрывалом, а на стене висел старый светильник, который включался путем дергания за цепочку. Приняв холодный душ, Кирилл плотно задернул шторы, рухнул на кровать и попытался заснуть. Однако мысли продолжали роиться в его голове, то и дело, возвращая к воспоминаниям событий прошедшего дня. Хотелось понять причину, почему жена с ним так поступила. Казалось, что так будет легче принять окончательное решение и поставить точку. Только когда солнце уже было высоко, уставшее тело и выпитый до капли коньяк, взяли верх и мужчина уснул. Кирилл торопился домой после нескольких дней командировки в Москве. Он сильно соскучился по своей жене, и ему не терпелось поделиться с ней результатами успешной сделки. Кириллу удалось сойтись в цене для покупки дополнительных акций, а это значит, что скоро у него будет контрольный пакет и новый статус в сфере строительного бизнеса. Он гордился, что смог не только сохранить компанию на плаву, но и приумножить начинание своего отца. Кирилл предупредил жену, что будет дома к вечеру, но у него получилось успеть на более ранний рейс. Купив в цветочной лавке букет любимых Полиной розовых лилий, он представлял, как жена обрадуется ему, как он подхватит ее на руки, поцелует и закружит по комнате. Намереваясь устроить сюрприз, он бесшумно вставил ключ в замочную скважину, потихоньку открыл дверь и вошел в квартиру. Сейчас он подкараулит Полину и обрадует букетом чудесных лилий. Он слышал, что девушка в этот момент с кем-то раздражительно разговаривала по телефону и решил подождать, когда разговор закончится. Однако то, что он услышал в следующие секунды, мигом разрушило весь его романтический настрой. «Так больше не может продолжаться!» – кричала Полина. «Неужели он сам не видит, что как мужчина он меня совсем не привлекает? Ты не представляешь, чего мне стоит терпеть его каждый день рядом с собой. Бесит в нем буквально все, а эту мерзкую улыбку даже вспоминать противно. Честно признаюсь, что иногда мне хочется, чтобы с ним что-то случилось. Ну и пусть, нельзя такое желать. Я больше не могу быть рядом с этим человеком». Услышанные слова подействовали на Кирилла так, словно на него вылили ушат ледяной воды. Не желая дослушивать до конца тираду своей супруги, он вышел в подъезд, швырнул розовые лилии в мусоропровод, стукнул горячим кулаком о холодную стену. В голове не укладывалось, как такое могло произойти. За что Полина возненавидела его настолько, что готова желать смерти. А если он стал ей так противен, как мужчина, могла бы об этом прямо сказать. Слушать такой из уст жены было мерзко. К тому же она еще с кем-то додумалась это обсуждать. И тут... Кирилла осенило. Ну, конечно. У Полины появился другой мужчина. Именно с ним она сейчас и беседует, сетая на такого противного и нежеланного мужа. Чувствуя, как гнев все больше разгорается внутри, а пульсирующие виски вот-вот взорвутся от нахлынувших эмоций, Кирилл сначала хотел ворваться домой и потребовать объяснений, но уже у двери его вдруг что-то остановило. Войти сейчас домой – значит поставить точку. Порвать все, что их с Полиной связывало на протяжении семи лет брака. Катаясь до утрам по пустым улицам города, он вспоминал, как счастлив был все эти годы с женой. Они вместе уже довольно давно. И казалось, что за все это время ни разу не дали друг другу повода усомниться в искренности чувств. Кирилл любил ее так же сильно, как когда-то при первой встрече. Старался баловать подарками, дарил цветы, возил в путешествия. Он был так искренне счастлив и благодарен небесам, что рядом с ним была самая прекрасная женщина на свете. Неужели это все иллюзия и самообман? Неужели Полина просто пользовалась им? Зачем все это было? Из-за денег? Сомнительно. Полина, девушка никогда не производила впечатление меркантильной особы. К тому же она сама была из довольно обеспеченной семьи и неплохо зарабатывала в преуспевающей фирме. Если бы Кирилл не подарил ей новый дорогостоящий кроссовер и не возил бы отдыхать за границу, Полина сама вполне могла бы себе это позволить. Нет, дело не в деньгах. Женились они уж точно по любви. В голове крутились воспоминания их свадьбы. Какие они были в тот день счастливы и сколько добрых пожеланий услышали от родственников. Родственники. Как теперь сказать обо всем этом родителям? Ведь наверняка же станут пытаться примирить. Мама Кирилла приняла Полину как родную дочь, а ей нельзя волноваться. Сердце больное. При том, что она даже до сих пор тяжело переживает утрату мужа. Страшно представить, каким ударом для нее станет развод сына. Да, к родным сейчас ехать нельзя. Кирилл проснулся с головной болью. Сначала до него не дошло, где он находится, но довольно быстро пришло осознание, и горечь вчерашних событий снова нахлынули на него. Разговаривать с женой не было никакого желания, да и к чему эти выяснения отношений, если опостылил ей и стал чужим человеком. Мужчина перевел взгляд на часы, стрелки которых уже перевалили за полдень. В это время Полина всегда была на работе. Решение пришло как-то само собой. Будучи в командировке в Москве, между партнерами по бизнесу поднималась тема строительства еще одного предприятия в Иркутской области. Искали того, кто возьмется курировать этот проект. А почему бы не взяться за это? В конце концов, что его здесь теперь держит? Молча оставив ключи на стойке мотеля, Кирилл сел в машину и поехал домой. Как и предполагалось, жены дома не было. Он быстро собрал кое-какие вещи, забрал документы и отправился в аэропорт, по пути набрав номер мамы. «Сынок, ты где? С тобой все хорошо? Полина ищет тебя. Уже даже в полицию обращалась», – запричитала женщина. «Мам, не волнуйся, у меня все в порядке, просто дела и временно надо уехать. Как устроюсь, обязательно сообщу. Куда уехать? Ты надолго?» «Позже обязательно все объясню. Ты, главное, не волнуйся. Со мной все хорошо. Скоро позвоню», – сказал он и снова отключил мобильник. За все это время у него ни разу возникло желание позвонить или написать СМС супруге. Он не хотел никого слышать, видеть, а тем более свою, скорее всего, теперь уже бывшую. Кирилл понимал, что она будет его искать и, не предполагая, что он уже обо всем знает, снова будет ему нагло врать. Слушать ее ложь не было никакого желания. Полина с работой торопилась домой в надежде на то, что муж вернулся. Однако, его там снова не оказалось, как не было и его вещей. На кухонном столе лежали ключи от квартиры. Он просто ушел, захлопнув дверь, даже ничего не объяснив. Слезы катились из ее глаз. Все оказалось еще хуже, чем говорили полицейские. Он не просто загулял, он ушел от нее к другой женщине. От таких мыслей Полине стало нехорошо. Находиться сейчас в квартире было невыносимо, поэтому она решила пойти прогуляться. Неподалеку находился небольшой теннисный парк с лавочками. Она не раз замечала его по дороге в фитнес-клуб, куда они с Кириллом ходили несколько раз в неделю, но все никак не находилось время в нем прогуляться. Почему бы это не сделать сейчас? В парке оказалось уютно и спокойно. Казалось, что в тенистых аллеях под трель птиц каждый сможет найти успокоение для своей души. Полина присела под раскидистым деревом и на всякий случай осмотрелась, нет ли в округе знакомых. Так как парк находился недалеко от дома, здесь вполне могут гулять соседские сплетницы, а ей сейчас меньше всего хотелось бы с кем-нибудь заводить разговоры. Вроде никаких знакомых лиц. На лавочках мило беседовали друг с другом старушки, молодые родители прогуливались с детьми, а влюбленная парочка заглядывала друг другу в глаза. Вообще, кажется, никого не замечала. Люди находились на достаточно удаленном расстоянии друг от друга, поэтому чужих разговоров было не слышно. Но под трель птиц эта картина создавала атмосферу гармонии, любви и семейного счастья, которых у Полины больше нет. Обида на Кирилла вдруг снова нахлынула, и слезы предательски брызнули из глаз. «Ты чего здесь?» – послышался знакомый женский голос. И в тот же момент рядом с ней на лавочку приземлилась рыжеволосая кудрявая особа в зеленом плаще. В руках у нее была маленькая собачка со смешным хвостиком на голове, которая тут же принялась обнюхивать Полину. Ленка Сырохватова – подруга детства и одноклассница. Они давно не виделись, но, кажется, сколько бы времени ни прошло, Лена не менялась, все такая яркая и взбалмошная, как много лет назад. Выйдя замуж, Полина даже не заметила, как все ее подруги отошли на второй план. Свободное время хотелось проводить рядом с Кириллом, с ним же делиться и самым сокровенным. С Ленкой они созванивались редко, еще реже встречались. Как-то, само собой, их общение стало состоять в основном из поздравительных смс-ок, которыми они обменивались по праздникам. Что случилось? Нужна помощь? Ленка подвинулась ближе, а ее собачка совсем осмелела и лизнула Полину прямо в щеку. «Привет, нет, все хорошо. Ты как тут оказалась?» «Я оказалась. Мы с Арчиком уже три года здесь гуляем каждый день. А вот тебя, вечно такую занятую, за праздными посиделками на скамейке раньше не замечали. Что-то произошло? С чего ты взяла?» «С того». Подруга достала из сумочки зеркальце и протянула Полине. Полина увидела свое отражение и ужаснулась. Опухшее от слез лицо, потекшее тушь и размазанная помада. Было странно, что прохожие в парке еще не начали тыкать в нее пальцем. Девушка вскочила, достала из сумочки пудреницу и стала приводить себя в порядок. Она хотела поскорее стереть с лица следы случившегося накануне. «Что бы у тебя там ни произошло, я вижу, что тебе нужна дружеская поддержка. Пойдем в кафе. Здесь неподалеку есть уютное местечко». Ленка протянула подруге руку. Кафе и впрямь оказалось весьма милым. Оформлено оно было в стиле Ренессанса. Колонки, арки, росписи на стенах – все это создавало настоящую атмосферу Италии, напоминало о ее богатой истории и культуре. В зале играла красивая спокойная мелодия. В меню входили блюда средиземноморской кухни, присутствовали настоящие итальянские сыры и вино, как утверждал официант, привезенные из самой Италии. Полина подумала, как странно, что раньше она его не замечала. Было бы здорово отметить с Кириллом годовщину их свадьбы. И тут же отдернула себя от этих мыслей, вспомнив, как он предательски бросил ее, ничего не объяснив. «Бутылку кьянти из сорта Сан-Джевезе, фрукты и шоколад», произнесла Ленка, обращаясь к официанту. Затем она перевела взгляд на подругу и пояснила. «Я подумала, что тебе не помешает немного расслабиться». Разговоры по душам с одноклассницей действительно пошли на пользу. Полина почувствовала, что будто и не было этих долгих лет разлуки с подругой, и выдала ей как на духу все, что тревожило последние пару дней. В процессе разговора на нее накатывали то гнев, то слезы, а Ленка терпеливо слушала, поглаживая уснувшего на коленях Арчика. «Ладно, подруга, не раскисай, прорвемся. Мужики в нашей жизни дело такое, приходящее», засмеялась она, подливая вино в опустевшие бокалы. Она рассуждала осознанием дела. За плечами у рыжеволосой красавицы было уже три брака. «Ты всегда была эффектной девушкой, парни штабелями падали. Уверена, что тебе и сейчас мужики проходу не дают». «Причем в прямом смысле этих слов», – грустно вздохнула Полина. На работе она недавно получила повышение и стала ловить на себе косые взгляды коллег. «Начальник меня так достал, что просто сил нет находиться рядом. Понравилась я ему. А он человек состоятельный, привык получать все, что захочется. Причем знает, что я замужем и в открытую ко мне клеится. Я уже и намекала, и прямым текстом говорила, что нас могут связывать только профессиональные отношения, и что он не интересует меня как мужчина. Но все тщетно. Думаю, что он меня и повысил лишь за тем, чтобы получить расположение к себе. А мне не нужна эта должность такой ценой. Из-за начальника на работу уже ходить не хочется». Ленка слушала подругу, кивала и думала, что на ее месте не стала бы упускать такой хороший шанс заполучить состоятельного мужчину. Она бы уж точно поступила по-другому. «Хожу на работу как на каторгу. Как вспомню лицо начальника, так противно становится». На этих словах Полина почувствовала, как мутнеет в глазах и тошнота подкатывает к ее горлу. Она вскочила с места и поспешила в дамскую комнату, еле успев добежать до кабинки. Полина решила, что так необычно сказались стресс и вино на голодный желудок. Стоя у раковины и умываясь холодной водой, она вспомнила, что «нормально», не ела уже целые сутки. «Бедная девочка. Я тоже так тяжело переживала все свои беременности. Но ничего, пятерых благополучно выносила и родила здоровых детишек». Услышала Полина от пожилой женщины, орудующей шваброй по полу. На вид уборщица походила на жительницу стран Средней Азии. Однако говорила она чисто, без акцента. «Это не то, о чем вы подумали», возразила Полина, и, стараясь не смотреть на странную улыбающуюся женщину, она высушила руки и поспешила к подруге, которая наверняка уже заждалась ее за столиком. Покинув уборную, она шла по коридорчику, ведущему в зал, и вдруг почувствовала, как каблук заскользил по мокрому полу. Мгновенно пронеслись мысли, что сейчас она растянется прямо на глазах у посетителей кафе, и вдруг чьи-то руки ловко подхватили ее, не дав упасть. «Ватутто бене?» – услышала девушка приятный мужской голос. «Да, все хорошо, граци!» – поблагодарила Полина. Она немного понимала итальянский, так как часто по работе приходилось общаться с иностранными коллегами. Однако оказалось, что в порядке не все. Едва наступив на ногу, она почувствовала боль. Было ясно, что нужно отправляться в травмпункт. И все из этой технички, которая вот прямо сейчас вздумала сделать влажную уборку. Мужчина подхватил Полину, донес на руках до столика и на ломаном русском предложил отвезти в больницу. «Да, конечно, она согласна. Ей сейчас просто необходима помощь», – ответила за нее Ленка, взяла Арчика на руки и подмигнула подруге. «Я побежала, позвони потом. Удачи, дорогая!» До Полины не сразу дошло, что подруга имеет в виду. Стопа ужасно болела и распухла так, что уже не влезала в туфлю. Она кинула взгляд на заботливого иностранца, который в это время с кем-то общался по телефону на своем родном языке. Высокий, подтянутый барюнет с уже тронутыми седной висками. Далеко не юн, но вполне еще привлекательный мужчина с темпераментной, как у всех итальянцев, речью и приятным парфюмом. Запах, который Полина почувствовала, оказавшись в руках незнакомца, сразу показался ей каким-то родным. Элиос представился он Полине. Мужчина рассказал, что ему удалось договориться с хорошей частной клиникой. «Нужно ехать прямо сейчас, врач уже ждет». Сидя в машине, девушка никак не могла поверить в происходящее. Наверняка это все какой-то дурной сон. Еще пару дней назад она была счастливая жена, строила с Кириллом планы на будущее, а сейчас сидит у незнакомого иностранца в машине с опухшей ногой и совершенно не понимает, как жить дальше. Клиника, куда ее привез Элиос, была действительно лучшая в городе, однако в ней все равно невыносимо пахло лекарствами. Врач, коренастый седой мужчина с небольшими усиками и в очках, осмотрев ногу, сказал, что у Полины классический вывих, который необходимо вправить. «Противопоказания на анестезию есть?» – спросил он. «Хронические заболевания, аллергия, беременность?» «Нет», – ответила Полина, «а потом все же уточнила, то есть я не знаю. Давайте без анестезии, я потерплю». «Какая храбрая девушка!» – восхитился доктор. «Только представительницы прекрасного пола могут вынести любую боль ради своих». Полина не расслышала до конца фразу врача, потому что в этот момент он резко дернул ее за стопу. На мгновение ее пронзила дикая боль, а в глазах все потемнело. Но тут же неприятные ощущения постепенно стали стихать. Девушка почувствовала, что ей становится легче, и боль постепенно отступает. Доктор посоветовал недельку побыть дома, чтобы не перегружать больную стопу, на время отказаться от каблуков и попить витамины. Полина поблагодарила врача и вышла из кабинета. «Как ты?» – подбежал к ней Элиос. Все это время он ждал ее в холле больницы, и видно, что был обеспокоен состоянием девушки. «Уже правда лучше», – заверила она. «Вступать на больную ногу было все еще больно, но уже не так сильно, как раньше». Итальянец вызвался подвезти Полину до дома. На обратном пути они, наконец, разговорились. Оказалось, что Элиос – владитель сети итальянских кафе в России. Сеть пока не очень большая, но бизнес постепенно набирает обороты. И кафе уже стали открываться не только в столице, но и в регионах. В их городе кафе появилось полгода назад. Элиос приехал посмотреть, как все налажено. «Уборщицу уволю», – пообещал он Полине, считая, что именно по ее вине Полина получила травму. «Не надо», – улыбнулась девушка. «Все же обошлось». К тому времени они уже подъехали к дому Полины, и Элиос вызвался проводить ее до квартиры. Девушка сомневалась всего лишь миг. А почему бы и нет? Тем более, что этот мужчина ей очень понравился, такой обходительный. А когда он в машине рассказывал о себе, Полина поймала себя на мысли, что ей интересно его слушать, и хотелось бы продолжить общение с этим человеком. Уже в квартире, за чашкой кофе, Элиос рассказал ей, что давно разведен. Его бывшая жена была русской, отсюда и идея открыть в этой стране сеть заведений общественного питания. Но так получилось, что они больше не вместе. Уже больше года мужчина живет один. Во время разговора Полина ловила на себе его недвусмысленные взгляды, но, кажется, ей это даже нравилось. Ох уж эти горячие итальянцы, не умеющие скрывать свои эмоции. Они говорили о своих увлечениях, о музыке, литературе. Полина подумать не могла, что между людьми, которые знакомы меньше суток, может быть столько общего. Время за общением с ним пролетело незаметно, и уже поздним вечером Элиос отправился во своясе в гостиницу. Утром Полина проснулась от ощущения дикого голода. На работу она позвонила еще вчера, предупредив о больничном. Так что теперь в ее распоряжении было несколько свободных дней. Прочту, наконец, давно купленную книгу, до которой все никак не доходили руки. А может, просто на весь день залипнув сериал, думала она, хромая к холодильнику. Как назло, в нем не нашлось ничего, кроме открытой упаковки майонеза и соевого соуса. Нога еще беспокоила, поэтому о походах по магазинам не могло быть и речи. Девушка решила заказать продукты на дом. Ей казалось, что она готова съесть целого слона, но решила ограничиться йогуртом, фруктами, мюсли, листовым салатом и апельсиновым соком. Ах да, чуть не забыла она, перечисляя список продуктов. Могли бы вы быть так добры и купить мне парочку тестов на беременность? Я понимаю, что это не входит в ваш ассортимент, но я готова отблагодарить щедрыми чаевыми. Вчерашние слова старушки из дамской комнаты в кафе ее зацепили. Они с Кириллом давно мечтали о ребенке, но все никак не получалось. Уже даже задумывались об искусственном оплодотворении. Пока муж был в командировке, Полина даже записала их двоих в клинику, чтобы после его приезда начать сдавать анализы. Конечно, после стольких лет безуспешных попыток такая неожиданность вряд ли может случиться, но Полина все же решила провериться. Курьер прибыл достаточно быстро, раздался звонок, Полина увидела на мониторе домофона юношу лет 17 с большими бумажными пакетами в руках и пригласила его войти. Девушка, как и обещала, дала ему приличные чаевые. Кажется, паренек даже немного опешил от таких купюр. Вряд ли такую сумму он заработает даже за весь день. Спасибо большое, вы очень добры. Если еще что-то будет нужно, пожалуйста, заказывайте. Дверь уже закрылась, а тот все сыпал слова благодарности. Оба теста выдали Полине две полоски. Не помня себя от восторга, она хотела поскорее обрадовать мужа, но схватив телефонную трубку, спохватилась и с грустью положила ее обратно. Какого мужа? Того, который предательски оставил ее, даже ничего не объяснив. Наверняка сбежал какой-нибудь девицы, которую встретил в командировке. Воображение рисовала Кирилла в объятиях чужой женщины, и от этого снова начала подкатывать тошнота. Полина приказала себе больше не думать о нем. В конце концов, ей теперь нужно заботиться о будущем ребенке, а значит, нужны спокойствие и положительные эмоции. Ну и хорошее питание, конечно. Она, наконец, достала фрукты из пакета и начала уплетать их за обе щеки. В дверь снова позвонили. Странно, на этот раз Полина никого не ждала. Это был Элиос. Он заявил, что принес готовой еды, когда Полина впустила в квартиру его. Мужчина подумал, что с больной ногой ей будет неудобно варить для себя, да и, если честно, очень хотелось найти повод увидеться с ней снова. «Хочешь, устроим прогулку по реке?» – предложил он Полине. «Я арендовал небольшую яхту. Целый день она будет только в нашем распоряжении». «Не думаю, что я уже могу хорошо...» Девушка хотела напомнить о своей ноге, но не успела. Элиос подхватил ее и закружил по комнате. «Я буду носить тебя на руках», – пообещал он. «Сумасшедший! Похоже, что ты зовешь меня на свидание?» – смеялась Полина. «А вдруг я беременна или вообще замужем?» На это мужчина ответил, что беременность – обычное состояние для женщины, а никакого мужа у нее нет. Иначе она не приглашала бы вот так запросто постороннего мужчину домой на чашку кофе. А если все-таки муж есть, то он, видимо, совсем никудышный и не стоит обращать на него внимания. Прогулка по реке выдалась просто замечательная. Полина позволила себе ни о чем не думать и просто наслаждаться красивыми пейзажами. Солнечные искры, отражающиеся в глади широкой реки, берега, усыпанные густой зеленью, и едва заметные волны дарили ощущение умиротворения. Они пили травяной чай с пирожными и снова не могли друг с другом наговориться. Полина была благодарна Элиосу за эту поездку. Она явно пошла девушке на пользу. Вечером, прощаясь с Полиной, Элиос спросил, можно ли им увидеться снова. Девушка ответила согласием. Общение с этим итальянцем помогало ей забыть недавно пережитое страдание. Рядом с ним ей было легко и спокойно. А в конце концов, положительные эмоции будущим мамам всегда только на пользу. Он пришел на следующий день. Затем на следующий и стал приходить к Полине ежедневно. Они много времени проводили вместе. Он рассказывал ей смешные истории из своей жизни и кормил итальянскими блюдами, радуясь ее аппетиту, который, как казалось, с каждым днем увеличивался. Это неудивительно, ведь теперь ей требовалось питаться за двоих. А потом Элиос уехал к себе в Италию, и они стали созваниваться по нескольку раз в день. Он справлялся о ее здоровье, спрашивал, что ела, как спалось, тепло ли оделась. Он был такой взрослый, надежный и хороший человек, рядом с которым Полина чувствовала себя защищенной. В какой-то момент девушка почувствовала, что уже ждет его звонков и скучает по его голосу. Она вдруг поняла, что влюбилась. Эта любовь была совсем не такая, как с Кириллом. Юношеские эмоции, зародившиеся между молодыми людьми, были полны взбалмошности и страсти. С Элиосом было все по-другому, по-взрослому. Спустя несколько недель итальянец вернулся в Россию и предложил Полине выйти за него замуж. С ответом попросил не торопиться, так как предупредил о своей невозможности иметь детей и что ребенок, которого она сейчас носит под сердцем, будет у нее единственным. Именно бесплодие Элиоса стало причиной развода его с первой женой. Поэтому он сказал, что отнесется с пониманием, если Полина ему откажет. Однако, если она выйдет за него, он будет любить малыша как своего и постарается стать для него самым лучшим отцом в мире. Полина была тронута искренностью и заботой Элиоса. Она согласилась выйти за него замуж и переехать жить в Италию. Пока девушка обживалась в своем новом итальянском доме и радовалась предстоящему материнству, ее муж все глубже и глубже погружался в пьянство. Не спасала даже работа, которой на новом месте было просто непочатый край. По телефону мать сообщила ему. Дошли слухи, что невестка уволилась и уехала из города. Куда и зачем, было неизвестно. Пожилая женщина недоумевала, что между ними могло случиться, и требовала от сына объяснений. А он не знал, что на это ответить. Кирилл и сам не понимал, что случилось и чем он так не угодил своей жене. Перед отъездом в командировку он не почувствовал никаких изменений в их отношениях. Ему казалось, что все было хорошо. Пока он был в отъезде, все время созванивались. Полина говорила, что скучает и с нетерпением ждет встречи. А когда вернулся, услышал те роковые слова, которые вонзились в него, как нож в сердце. Рассказ матери об отъезде Полины только подтвердили его догадки. Жена просто променяла его на другого. Даже машину оставила, которую Кирилл ей подарил на годовщину свадьбы. Он с такой любовью выбирал ее для Полины. Волновался, чтобы вовремя успели пригнать из-за границы. Хотел сделать жене приятное. И кажется, тогда она даже обрадовалась. Целовала его, благодарила за такой приятный сюрприз. А теперь она просто пренебрегла его чувствами, придала их любовь, за что, что он сделал не так. Можно предположить, что нашла побогаче, но Полина не производила впечатления меркантильной особы. Они поженились, когда были еще студентами. У Кирилла тогда не было ни гроша за душой, ведь отец в то время еще не передал ему свою долю в бизнесе. Но Полина все равно выбрала его, хотя могла бы присмотреть более перспективного жениха. Глупо тратить столько лет жизни на не слишком состоятельного мужа, чтобы променять на другого, когда он твердо встал на ноги. Кирилл размышлял над этим, глядя в пустую бутылку из-под виски, которую успел приговорить за вечер. По вечерам, вернувшись с работы, он уже стабильно прикладывался к спиртному, чтобы быстрее забыться и уснуть, не думая о Полине. В дверь постучали. Он никого не ждал, поэтому решил, что это кто-то из сотрудников отеля. Кирилл решил, что удобнее жить в номере, чем снимать квартиру, да и в конце концов мог себе это позволить. Стук повторился более настойчиво. Кирилл понял, что непрошенный гость не собирается уходить и нехотя поплелся открывать. На пороге стояла его заместитель Яна. «Кирилл Андреевич, я понимаю, что это не мое дело, но, может быть, хватит так убиваться и каждый вечер предаваться пьянству?» Она вошла в номер, строго стуча каблучками. Что за дерзость? Кирилл с удивлением посмотрел на женщину. Они были знакомы с Яной недавно, с тех пор, как он приехал в Иркутск. Однако сейчас, как будто видел ее впервые. Стройная брюноидка, сточеная фигурой, на вид была примерно его ровесница. Прохаживаясь по номеру, она цепким взглядом ухватилась за бутылку и ткнула в нее пальцем. «Это вас до добра не доведет. Еще чуть-чуть, и партнеры начнут шушукаться. Вы думаете, никто не замечает, что вы каждое утро приходите в офис, мягко говоря, в потрепанном состоянии. Вы же потеряете авторитет. Разрушите свою карьеру, погубите наш проект. Вам действительно на это наплев...» Она не успела договорить, потому что Кирилл притянул ее к себе и поцеловал в губы. На секунду ему показалось, что она ответила взаимностью, но тут же понял, что ошибся, так как по его щеке прилетела звонкая пощечина. «Что вы себе позволяете?» — скрикнула брюнетка, но тут же понизила тон, глядя на отпечаток, который оставила на щеке начальника. «Не переборщила ли?» «Хотя нет, так ему и надо. Дошли слухи, что от вас ушла жена, но это же не конец света. Как говорится, еще неизвестно, кому повезло. Соберитесь, коллега». Яна похлопала его по плечу и устремилась к выходу. Кирилл усмехнулся, потирая щеку и взглянул на себя в зеркало. «Черт возьми!» «Но ведь она права», — подумал он, глядя на свое опухшее лицо и мешки под глазами. Наутро он пришел на работу чисто выбритым и одетым с иголочки и последовал сразу в кабинет своего заместителя. Спросил секретаршу, на месте ли Яна Сергеевна и нет ли у нее посетителей. Заместитель в кабинете была одна. Кирилл попросил секретаршу принести им два кофе и закрыл за собой дверь. Яна была за столом, изучала коммерческие предложения, которые прислали партнеры. Увидев Кирилла, девушка встала и молодые люди одновременно произнесли слова. Она сказала «извините», а он «спасибо». А потом вместе рассмеялись. Ей не стоило извиняться, на самом деле Кирилл действительно был ей благодарен. Раскис как тряпка, поставив под угрозу общее дело, от которого зависит судьба большого количества людей. Странно, они столько времени уже знакомы и Кирилл только сейчас заметил в ней симпатичную молодую женщину. Неудивительно, что вчера он не удержался от поцелуя. Вспомнив об этом, он подумал, что мог тем самым обидеть девушку и решил как-то загладить свою вину. «Яна, давайте сегодня вместе поужинаем». Брюнетка удивленно подняла бровь и не торопилась с ответом. Яна всего в жизни добивалась сама. В 17 лет она оставила родной дом в небольшом селе и отправилась покорять большой город, имея в кармане несколько мятых купюр из своей подростковой копилки. Она не слыла отличницей, но была далеко не глупой девушкой. Ее напористость и целеустремленность помогли и с первого раза поступить на бюджет. Получив образование, занялась карьерой. Яна никогда не шла по головам к достижению своей цели и не добивалась высоких должностей через постель. Она просто всегда находилась на шаг впереди конкурентов. Ее заметили, повысили. А позже она даже смогла купить себе часть акций и стать совладельцем компании. Сложная жизнь закалила ее. Иногда даже самой себе Яна казалась слишком резкой и черствой. Но при появлении в ее жизни Кирилла, ее сердце дрогнуло. Сначала она не понимала свои чувства. Они даже раздражали ее. Но со временем осознала, что игнорировать их бесполезно. Яна прекрасно осознавала, что не интересует Кирилла как женщина. Он был зациклен на своей неудавшейся личной жизни и не замечал никого вокруг. Но когда стало очевидно, что он губит себя алкоголем, девушка приняла решение взять ситуацию в свои руки. И, видимо, это сработало. Секретарша внесла в кабинет кофе, разбавив своим присутствием неловкое молчание, повисшее в воздухе. Однако, когда она вышла, Кирилл повторил свой вопрос. «Я приглашаю вас в ресторан в знак дружеской благодарности. Как вы на это смотрите?» После вчерашнего ночного визита Яны к нему в отель, он вдруг осознал, что прошлое не вернешь. И жизнь действительно продолжается. Гробить себя из-за предательства Полины было настоящим малодушием. «Хорошо. Я согласна, только ресторан выбираю я», – ответила Яна. Если честно, то ей не верилось в кардинальные перемены начальника и подумалось, что вряд ли из этого что-то выйдет. Но Кирилл ей нравился и очень хотелось провести с ним время, пусть даже в качестве друга. Выбор Яна и ресторана немного расстроил Кирилла. Интерьером он походил на тот, в который он обычно ходил вместе с Полиной. Даже музыка играла похожая. Молодые люди часто там бывали, особенно зимними вечерами. Они сидели за столиком у окна, пили горячий шоколад и смотрели на заснеженные деревья в парке, который находился напротив заведения. Они много раз собирались прогуляться по его тенистым аллеям, но почему-то так этого и не сделали. В общем, оставаться здесь совершенно не хотелось, но отступать было поздно. Некрасиво так поступать с женщиной, которую сам же и пригласил на ужин. Кирилл провел рукой по волосам, словно пытаясь стряхнуть себя, нахлынувшие воспоминания. Прошел за свободный столик в самом отдаленном от окон месте и взглянул на часы. Он знал, что Яна всегда была пунктуальна. Уважительно относиться к чужому времени – это то качество, за которое он особенно ценил своих коллег. Поэтому Кирилл не сомневался, что она появится здесь с минуты на минуту. Когда девушка вошла в зал, он не сразу ее узнал, да он и не обращал никогда особого внимания на нее в рабочее время. Он привык ее видеть обычным клерком, с пучком на голове в дорогом деловом костюме, иногда в строгих стильных очках. А тут перед ним предстала настоящая красавица в хорошо подобранном по фигуре вечернем наряде и стильных украшениях. Глубокий синий цвет платья прекрасно сочетался с красной помадой и холодным цветом украшений. Волосы были распущены и мягкими волнами струились по хрупким открытым плечам. У Яны совершенно точно было хорошее чувство вкуса, и она умела выгодно подчеркнуть свою красоту. Кирилл осознал, что залюбовался этой роскошной женщиной. Он вдруг посмотрел на нее совсем иными глазами. За такой красавицей можно и приударить. Собственно, а почему бы и нет? Его жена неизвестно где, неизвестно с кем, да и женат ли он еще. За ужином Кирилл, следуя предыдущим советам Яны, от спиртного решил воздержаться, а вот сама девушка заказала себе бокал вина, чтобы немного успокоиться. Она чувствовала, что волнуется рядом с ним и старалась не выдать своих нахлынувших чувств. Тем более он уточнил, что ужин будет дружеский. Сначала разговор не вязался. Яна в основном молчала. Она подумала, что раз сам пригласил, вот пусть и создает атмосферу. Сделав очередной глоток вина, она ждала, когда же пройдет это предательское волнение. Но алкоголь почему-то все не действовал, а она все так же волновалась. «Давай перейдем на ты», – предложил Кирилл. «Мы сейчас не на работе, думаю, фамильярности будут лишними». «Ты прав. Знаешь, я бы хотела объясниться. Не подумай, что я такая черствая и бесчувственная. Я знаю, что у тебя случилось в семье. Не хочу показаться навязчивой, просто знай. Если тебе будет нужна поддержка, я готова подставить свое плечо. И знаешь, ты мне давно нравишься, с первого момента, когда впервые тебя увидела. «Мне больно видеть, как ты страдаешь», – сказала Яна. Видимо, алкоголь придал ей храбрости, и она явно сболтнула лишнего. «Вот дура», – винила она себя. «Завтра все встанет на круги своя. Они вернутся к прежней жизни, а ей теперь придется каждый раз спрятать глаза при встрече с Кириллом». С другой стороны, она чувствовала облегчение. Теперь он знает о том, что она испытывает, и дальше дело за ним. Даже если и пошлет ее куда подальше, что ж теперь вешаться, что ли? И не такие пороги в своей жизни ей приходилось преодолевать. Видя смущение Яны, Кириллу вдруг стало ее жаль. Но еще больше почему-то стало жаль себя. Он молча и решительно взял ее за руку и повел к машине, припаркованной у ресторана. Всю дорогу до отеля они ехали молча, кажется, даже ни разу друг на друга не взглянув. Если бы у кого-то из них спросили, что сейчас происходит, скорее всего, они не нашли бы, что на это ответить. Они и сами не понимали. Для Кирилла было испытанием оказаться в объятиях другой женщины. Он никогда не изменял Полине и даже мысли не допускал, что может вот так просто закрутить с кем-то новый роман. Возможно, таким образом он хотел понять, любит ли до сих пор свою жену. А если и любит, то нужно поскорее избавиться от этого разрушающего его жизнь чувства. Оказавшись в номере отеля, молодые люди все так же молча смотрели друг на друга, но затем Кирилл подхватил Яну на руки и понес на кровать. Встречаться решили тайно. Ни к чему давать коллегам лишний повод посудачить за спиной у начальства. Кириллу и Яне казалось, что им неплохо удавалось конспирировать свои неоднозначные взгляды и случайные касания друг друга, которые были вовсе не случайными. Они старались больше не решать рабочие вопросы, оставаясь друг с другом наедине, и делали это у всех на глазах. Так было легче держаться, чтобы не броситься в объятия друг друга прямо на работе. Они оба считали, что служебные романы не способствуют хорошему рабочему процессу, и дабы не служить дурным примером своим подчиненным, старались прилюдно не нарушать собой же установленное правило в коллективе. Глядя на спящую на своем плече Яну, которая в этот раз осталась у него ночевать, Кирилл вдруг осознал, как здорово ощущать себя любимым. За годы брака их чувства с Полиной были уже не такие яркие, а теперь в его жизнь вновь вихрем воровалась просто неудержимая страсть, как когда-то в далекие студенческие годы. Через несколько месяцев тайных отношений молодые люди решили жить вместе. Кирилл купил загородный дом и началась подготовка к свадьбе. Тогда же они с Яной решили поделиться этой новостью со своими сотрудниками. Как ни странно, те не сильно удивились, все давно понимали, что к этому и идет. Поздравили свое начальство, распили бутылку шампанского и разошлись по своим рабочим местам. Кирилл не встречался с Полиной даже во время развода, так как она решила урегулировать этот вопрос через адвоката. Он ничего не знал о ее уже большом сроке беременности и решил, что она просто избегала с ним встреч. Да и что он должен был подумать после того, как она с ним так поступила? Так как в браке детей не было, развели их быстро, а вопрос раздела имущества никто не стал поднимать. Такой мирный исход устраивал Кирилла, ведь совсем скоро он планировал создать новую семью, и отголоски прошлого были бы в его жизни совсем неуместны. Кирилл с Яной расписались вскоре после развода. Спустя всего несколько месяцев они узнали, что ждут малыша, и их жизнь наполнилась новым особенным смыслом. Кирилл уже почти не вспоминал о бывшей жене, лишь изредка ловил себя на мысль, что по-настоящему стал равнодушен к своему прошлому. Полина и Элиос тоже сыграли свадьбу, не слишком пышную, как и хотели молодожены, пригласили только самых близких людей. Родители были рады за дочь, новый зять казался им человеком серьезным и обстоятельным. Чувствовали, что передают Полину в надежные руки, и она будет счастлива с этим человеком. Шли годы. У Полины и Элиоса подрастала прелестная дочь. Ей дали имя Медея в честь тетушки мужа, которая в прошлом слыла знаменитой итальянской актрисой. Элиос гордился своей родственницей, поэтому попросил жену назвать дочь ее именем. Полина не возражала, так как и тетушка была замечательным человеком, и имя Медея действительно очень красивое. Малышка росла активной, но послушной девочкой, на радость родителям. Еще будучи совсем крохой, Медея стала проявлять недюжие для своего возраста артистические способности. Впервые их заметили, когда девочке было всего два с половиной года. Элиос в тот момент сидел за компьютером, погруженный в дела сети кафе, расположенных в России. Еженедельно он принимал отчеты от управляющих и старался лично вникать в ситуации, которые складывались в каждом отдельном заведении. В целом грех было жаловаться. Дела шли неплохо, и бизнес приносил приличный доход, которого хватало, чтобы безбедно жить и время от времени баловать своих девчонок путешествиями и дорогими подарками. Детское лепетание во время игры ему совершенно не мешало. И вдруг он услышал, что что-то в этой манере общения с игрушками изменилось. Добавились какие-то необычные звуки подражания и забавные интонации. Артистические способности малышки стали проявляться все чаще и чаще. Она так проникновенно и так по-взрослому могла прочесть стихотворение, что у слушателей невольно катились слезы или начинали болеть животы в зависимости от содержания произведения. Чуть позже Элиос даже решил показать ее знакомому режиссеру. Тот тоже оказался в восторге от четырехлетней талантливой девочки, посоветовал развивать способность ребенка и сказал, что Мидею сто процентов ждет карьера великой артистки. Отец ей очень гордился и говорил, что талант дочь унаследовала от своей двоюродной бабки, забывая о том, что Мидея никак не могла этого сделать, так как по крови не являлась его родственницей. Яна родила Кириллу сына, которого назвали Дмитрием. Внешностью он походил на отца, а вот характер был мамин. Такой же настойчивый, решительный и не по годам самостоятельный. Когда ему было всего пять лет, он сам записался на футбольную секцию. Родители долго не могли забыть, как им позвонили из детского сада и сообщили, что Дима пропал. Чтобы его найти, на уши была поднята вся округа. А мальчик в это время разговаривал с тренером в спортивной школе, которая располагалась неподалеку от детского сада. Тренер, конечно, удивился, что ребенок явился совсем один, но Дима заверил, что пришел с мамой, просто она еще в машине, у нее важный телефонный звонок, что она вот-вот освободится и подойдет. Впрочем, обман довольно быстро раскрылся, когда в здание спортшколы вбежали взволнованные сотрудники детсада. Тренер укоризненно покачал головой и предупредил мальчишку, что если он хочет заниматься в его секции, то о вранье придется забыть. Однако позже он сам связался с родителями и посоветовал прислушаться к желаниям мальчика. Ведь редко у кого бывает такое рвение к спорту в столь юном возрасте, и это, безусловно, следует поощрять. Дима понял, что его мечта сбудется, когда отец, после разговора с тренером, велел ему собираться, чтобы ехать в спортивный магазин за футбольной формой. Будущее Мидеи, кажется, было предрешено задолго до того, как она пошла в школу. Малышка была прирожденная актриса и всюду умудрялась собрать вокруг себя благодарную публику. Полина просто диву давалась, откуда в маленьком ребенке столько сил на бесконечные занятия в театральной студии. Мидея была очень коммуникабельной, но друзей себе выбирала тоже исключительно творческих. С другими детьми она просто не находила темы для разговоров. Глядя на дочь, Полина часто задумывалась, откуда у них с Кириллом мог взяться такой талантливый ребенок. В ее семье уж точно артистизмом никто не отличался. Может быть, ее бывший муж не все ей о себе рассказывал? Однако, чем старше девочка становилась, тем больше она походила на своего отчима привычками и манерой поведения. Естественно, она даже не догадывалась, что не родная ему. Полина и Элиас вообще никому об этом не рассказывали, даже своим родителям и близким друзьям. А решили, что так будет всем гораздо спокойнее. Когда Мидея заканчивала школу, возникла дилемма продолжать заниматься у знакомого режиссера и сразу служить в его театре, живя при этом дома. Или же отправиться учиться в столицу Италии, в Сальвио Домико, Национальную академию драматического искусства. Как хорошо, что у дочери есть итальянское гражданство, думала Полина, с благодарностью глядя на мужа. Ведь это именно он настоял, чтобы пожениться до появления малышки на свет, чтобы она уже с рождения была гражданкой его родной страны. Благодаря этому теперь перед Мидеей открыто столько возможностей. Конечно, материнское сердце Полины не хотело расставаться с дочерью и отпускать ее далеко от дома, но, с другой стороны, она ведь себе никогда не простит, если станет помехой для успешной карьеры своей малышки. Она у нее такая умница и заслуживает самого лучшего, пусть сама принимает решения. Сама Мидея давно уже сделала выбор, просто боялась сказать об этом родителям. Она уже была в предвкушении студенческой жизни, да и из-под родительского крыла уж очень хотелось поскорее упорхнуть, как и любым другим девушкам или парням ее возраста. Да, она, несомненно, любила своих маму и папу. Они у нее просто замечательные, и она безмерно им благодарна за все, что они для нее сделали. Но взрослая жизнь и огни столицы манили ее сильнее самого мощного на свете магнита. Полина и Элиас, конечно, поддержали ее решение. Как бы им не хотелось, чтобы их малышка всегда жила рядом с ними, но умом они осознавали, что нельзя препятствовать развитию такого таланта. Девочка хочет раскрыть свой потенциал по полной, пусть так и будет. Они уж найдут того, кто тихонечко за ней присмотрит вдали от дома. Вся семья стояла на крыльце дома и ждала, когда за Мидеей приедет такси. Элиасу казалось, что машина задерживается, и он нервно крутил часы на своей руке. «Где же носит этого таксиста?» – раздраженно буркнул он. Элиас хоть и старался не показывать этого, но волнение обуяло его. Словно это ему, а не дочери, предстоит сдавать творческое испытание. «Наконец, показался автомобиль с желтыми шашечками. Он окинул взглядом своих ненаглядных девчонок. Готовы? Ничего не забыли?» «Нет, пап, поехали уже», – произнесла Мидея и вдруг неожиданно почувствовала, что ноги ее стали ватными, и она вот-вот потеряет сознание. К счастью, Элиас успел вовремя ее подхватить, и девушка не растянулась на дорожке прямо рядом с такси. Полина испугалась и уже хотела вызвать медицинскую помощь, но девушка заверила, что с ней все в порядке. Просто переволновалась немного, да еще и эта ужасная жара, которая стоит на улице уже несколько дней. Однако не успела машина тронуться с места, как девушке снова стало плохо. Укачать ее не могло, так как еще даже толком никуда не уехали. Родители приняли решение вернуться домой и все же вызвать врачей, так как состояние Мидеи их не на шутку напугало. На девушке просто лица не было, она побледнела и казалось, что еще чуть-чуть и упадет без чувств. Кирилла и Яну не очень радовало, что их сын решил посвятить свою жизнь профессиональному спорту. Во-первых, они понимали, что это чревато серьезными травмами, вплоть до инвалидности. Спортсмены зарабатывают свои победы ценой собственного здоровья, да и век их на этом поприще невелик. В 30 лет уже спишут, как изношенный расходный материал. Дескать, уступай дорогу молодым, твое время прошло. Ну а во-вторых, им хотелось, чтобы сын в будущем перенял их бизнес. Зря, что ли, они столько лет вдвоем старались. Причем старания вполне увенчались успехом. Их строительная компания процветала и с каждым годом занимала все более твердые позиции на отечественном рынке. Ну спишут, значит пойду детишек тренировать, буду растить будущих чемпионов, смеялся Дима в ответ на родительские доводы. Они хоть и пытались его переубедить, в глубине души понимали, что все бесполезно. Единственное, что по-настоящему интересовало подростка, это футбол. Да и имеют ли они право мешать ему самому выбирать свой жизненный путь. В конце концов, не так на свете много людей, которые с детства четко осознают свое призвание. Вспомнить хотя бы тот случай с его самостоятельной записью в спортивную школу. Глядя на Диму, Яна понимала, что переделать его не получится. Такой уж упертый характер, прямо как у нее. Разница лишь в том, что сферу он выбрал для себя другую. Несмотря ни на что, и она, и Кирилл очень гордились своим сыном. Да, с некоторыми предметами в школе он был не в ладу, но это скорее из-за частых пропусков, да и учителя откровенно закрывали на это глаза, зная, что он отсутствует не по причине лени или праздного шатания с плохими компаниями, а в очередной раз защищает честь школы, региона или России в спортивных соревнованиях. Вон вся его комната кубками заставлена и медалями завешена. Значит, молодец, значит, есть стержень. Настоящим мужчиной растет. К слову, несмотря на свою жесткость в спорте, парень был довольно открыт и ласков по отношению к родителям. Он не видел ничего зазорного в том, чтобы после долгой разлуки по причине соревнований чмокнуть и потискать в объятиях своих маму и папу, которых уже успел перерасти. Вот и сейчас Яна паковала для сына чемодан, чтобы отправить на очередные соревнования и ворчала. Неужели нельзя было в этот раз пропустить? На носу выпускные экзамены, а ему и готовиться некогда совсем. Димка пытался сначала объяснить, что эти соревнования, возможно, самые важные в его жизни, так как решается вопрос, возьмут ли его в сборную. Но потом понял, что мама и так все прекрасно понимает, просто очень за него волнуется. В своей обычной манере он перевел разговор в шутку, подскочил к матери сзади, крепко обнял и хотел было сказать, чтобы она не переживала, но вдруг раздался звонок. «Все, хватит», – отмахнулась Яна от сына и улыбнулась. «Иди вон лучше дверь открой». На пороге стояла женщина. Яне показалось ее лицо очень знакомым. Наверняка это какая-нибудь дальняя родственница мужа, подумала она, но никак не могла припомнить, кто именно. «Вы кто?» «Добрый день, я бы хотела поговорить с Кириллом. Я его бывшая жена», – скромно произнесла Полина и облизнула пересохшие губы. «Он еще не вернулся с работы, но скоро будет. Может, пока выпьем чаю?» – предложила Яна. Вот откуда это лицо было ей знакомо. Она видела его на фотографии всего один раз, много лет назад, когда вломилась в номер к своему, тогда еще начальнику, горюющему по причине семейной драмы. Как же она изменилась? От былого лоска не осталось и следа, изнеможденное лицо покрылось сетью ранних морщин. По всему видно, горюет, недосыпает и часто плачет. Что же у нее произошло? Яна молча наливала чай в чашки, сдерживая свое любопытство. Скоро вернется муж, и все выяснится. Вряд ли спустя столько лет Полина пришла, чтобы вернуть Кирилла обратно. Да и он сам уже к ней равнодушен. Яна была уверена в своем супруге и не ревновала. Да и к кому ревновать? Прежней привлекательности у Полины совсем не осталось. «Я только с самолетой сразу к вам», – нарушила молчание и пояснила гости, что их адрес дала мама бывшего мужа. Она успела сделать несколько глотков чая, когда услышала, что в комнату кто-то вошел. Перед ней стоял высокий юноша, как две капли воды, похожий на Кирилла. «Наверное, его сын», – догадалась Полина. «Такого же возраста, как Мидея», – подумала она, и при мыслях о дочери, на ее глазах навернулись слезы. Она поскорее сделала глоток чая, чтобы не расплакаться. В этот же момент хлопнула входная дверь и послышалась. «Семья, я дома». «Здравствуй, Кирилл». Полина тихонько ступила навстречу бывшему мужу. «Дорогой, я не успела предупредить, что у нас гости», – произнесла Яна, кивнув в сторону Полины. Естественно, он ее узнал, несмотря на то, что она сильно изменилась. С того злополучного дня, когда он вернулся с командировки, они ни разу не виделись. Поначалу Кирилл часто представлял себе их встречу. Иногда ему казалось, что бросится к ногам любимой и предложит, забыв о былом, начать все сначала. В иных же сценариях, которые прокручивались в его голове, он гневно высказывал все, что о ней думает. А теперь она стоит перед ним, побитая жизнью с застывшими слезами в глазах. А он не чувствует к ней абсолютно ничего. «Неожиданный визит. Чем обязан?» – сухо спросил он и подошел к Яне, чтобы поцеловать ей щеку, как обычно делал при встрече. «Я бы никогда не потревожила вашу семью, но мне действительно нужна твоя помощь. Вернее, не мне, а нашей с тобой дочери». «Да, у нас есть дочь». Кирилл оторопел от таких слов и не знал, что на это ответить. Эта новость пронзила его словно молния. С трудом совладав с собой, он произнес. «Дочь, ты променяла меня на другого, зная, что ждешь от меня ребенка?» «Я променяла», – возмутилась Полина от таких слов. «А не ты ли просто сбежал от меня, даже не удосужившись ничего объяснить?» Они в недоумении смотрели друг на друга, но Полина быстро осознала, что теперь выяснение отношений уже ни к чему. Она достала смартфон, открыла на нем фотографию Мидеи и протянула Кириллу. С экрана на него смотрела симпатичная девушка, застывшая перед фотографом так, словно пребывала в образе. «Ого, прям настоящая артистка!» – удивился Димка. Все это время он находился в одной комнате со взрослыми и был просто ошеломлен таким поворотом событий. И, конечно, когда женщина протянула его отцу фотографию, он тут же подскочил, чтобы удовлетворить свое любопытство. Признаться, он всегда мечтал о сестренке, а тут сразу такая взрослая, примерно его возраста. Наверняка у них найдутся общие темы для разговоров, и они подружатся. «Нет уж, теперь он точно никуда не выйдет из комнаты, пока все не дослушает». «Да, она действительно собиралась поступать в театральный», – кивнула Полина. «Она очень талантливая девочка. С детства жить не может без театра. Но она больна». Из ее глаз ручьем потекли слезы, и, утираясь бумажным платком, женщина рассказала, что Мидеи диагностировали серьезное заболевание крови, спасти от которого может только пересадка костного мозга. Не успел Кирилл прийти в себя от одной ошарашивающей новости, как последовала еще одна. Ему доводилось слышать про такой диагноз, и он знал, что при данном заболевании шансы выжить есть, только у тех, кому посчастливится найти подходящего донора. «Ни я, ни мои родственники в качестве доноров не подошли», – продолжала Полина. «Конечно, мы встали на очередь, чтобы получить чужой донорский мозг, но неизвестно, сколько его придется ждать, а счет идет практически на дни. Моя девочка угасает на глазах». При этих словах Полина не выдержала, опустилась на стул, уткнулась руками в лицо и разрыдалась. Бессонные ночи и длительные переживания подкосили ее нервную систему. Держать себя в руках уже не всегда удавалось. Дима молниеносно налил стакан воды и протянул ей, чтобы помочь успокоиться. «Может быть, нужны деньги? Договориться с врачами?» Кирилл наконец-то вышел из ступора. «Нет, дело не в деньгах. Она лечится у лучших докторов в лучшей клинике, но спасти ее может только пересадка костного мозга. Я прошу тебя, сдай анализы. Ты должен подойти в качестве донора. Кроме тебя ее больше никто не может спасти». «У нас еще есть брат», – произнес подросток. «Я тоже хочу сдать анализы». Яна уже намеревалась возразить, но он перебил ее, не дав высказать свое мнение. «Если от этого зависит жизнь человека, а тем более моей сестры, я готов даже отказаться от соревнований и пожертвовать местом в сборной». Кирилл знал, что воспитал сына достойным человеком и гордился его благородством, однако считал, что сам должен сделать этот поступок. Раз уж так вышло, что волей судьбы он столько лет не присутствовал рядом со своей дочерью, сейчас он должен сделать все, чтобы дать ей новую жизнь и наверстать упущенное. «Полечу я», – ответил он. «Сейчас позвоню секретарше, пусть забронирует нам с Полиной билеты на ближайший рейс». Кирилл и Полина прилетели в Италию уже поздно вечером и сразу же поехали в стационар, где Амидея проходила лечение. Всю дорогу Полина созванивалась с Элиасом, который неустанно дежурил у койки дочери. К счастью, за время отсутствия мамы ее состояние не ухудшилось. Когда Полина вошла в палату, девочка мирно спала. Недалеко от ее кровати дремал Элиас, расположившись на кушетке. Родители ни в какую не хотели оставлять дочь даже на минуту, поочередно дежуря в ее палате. Видя их уже изнеможденное состояние, сотрудники клиники решили поставить в комнате кушетку, чтобы хоть иногда они могли на ней отдохнуть. И потом медики понимали, что важный фактор в выздоровлении пациента это его эмоциональное состояние. Рядом с родителями девочка чувствовала себя явно лучше, не давала себе раскисать и впадать в уныние, старалась держать лицо, чтобы не расстраивать маму и папу. Полина тихонько разбудила мужа и позвала его в коридор, чтобы поговорить, не разбудив Медею. Увидев Кирилла, Элиас бросился его благодарить, что тот согласился приехать. «Не нужно меня благодарить, это же моя дочь. Я и так слишком много пропустил в ее жизни, и это меньшее, что я должен для нее сделать», ответил Кирилл. Он тихонько приоткрыл дверь и долго-долго смотрел на дочь, измученную болезнью. Сначала Полина хотела попросить его сохранить тайну, ведь Медея не знает, кто ее настоящий отец. Она с рождения росла с Элиасом, считала его родным, была очень близка с отцом и не хотелось бы рушить эту идиллию, но все же не решилась. Возможно, он сам догадается, что сейчас для девочки не время эмоциональных потрясений. Утром Кирилл сдал анализы и все с нетерпением ждали результатов. Пытаясь как-то отвлечься, он бродил по городу, звонил жене, сыну. Димка уже прибыл на соревнования, расположился на месте и готовился к матчу. Яна взяла на себя все встречи с деловыми партнерами. Какое счастье, что жена всегда может подменить в бизнесе. Ему вообще с ней неслыханно повезло. А ведь подумать только, ни ее, ни сына в жизни Кирилла могло не быть, если бы не те роковые события. А теперь судьба подарила ему еще и дочь. За те считанные часы, которые он знал ее, Кирилл успел полюбить эту хрупкую красивую девочку. К счастью, его костный мозг подошел в качестве донорского. Операция по пересадке прошла успешно и после проведенных манипуляций молодой организм Медеи стал быстро возвращаться к жизни. Кирилл познакомился с ней уже после выписки, когда девочка окончательно окрепла. Он прилетел в Италию с женой и сыном, поэтому Медея в одночасье узнала не только о биологическом отце, но и о брате. К этой информации она отнеслась философски. Решила, что все равно Элиас останется для нее единственным и незаменимым папой. Но с Кириллом она тоже не против поддерживать отношения. Тем более, что вместе с ним у нее появился и такой замечательный брат, с которым оказалось так весело и интересно общаться. Выйдя после долгой болезни на сцену, Медея по привычке искала глазами родителей. Они всегда посещали все ее выступления, а премьерный спектакль тем более бы не пропустили. Вдруг она заметила, что кто-то в зале машет рукой. Это был Димка. По одну сторону от него сидели ее мама и папа, а по другую Кирилл и Яна. Кажется, преданных поклонников ее таланта прибавилось, подумала Медея, но сдержала улыбку, так как это требовал ее сценический образ. Редактор субтитров А.Семкин ,